Я ее называю, что у тебя белорусский партизан. Там что-то прервалось. Нет, нет, это так бывает. Она сейчас появится. Она пишет книгу о методе ключевых, чтобы там дети читали и взрослые, чтобы они научились снимать стресс у себя и выходить на творческое состояние, не включались в наркотики, в алкоголь и так далее. Но она в это время у меня в гостях уже несколько месяцев пишет эту книжку. Я тоже сейчас написал книжку. Она называется «От страха к свободе». До этого я написал 20 книг. У меня книжки издавались и в Париже, и в бренде пяти российских авторов в Париже. И издавались и в Англии, и в Болгарии у меня четыре книги там. И в Сербии сейчас вот вышла книжка. Я почему об этом говорю? Потому что я пытаюсь сейчас создать такой мост информационный. Я недавно приветствовал в Сербии на презентации этой книги по скайпу. И там в библиотеке в Новом Саде собрались любители такого чтения. Я их приветствую. Я, собственно говоря, хочу сделать мост между Западом и Востоком, где бы раз в году хотя бы собирались выдающиеся умы планеты в лице режиссеров, актеров, физиков, умнейших спортсменов, писателей, которые, каждая из них, в своей стране пользуется уважением. И их собирать хотя бы раз в году. И чтобы вся планета смотрела на их дискуссию о глобальных проблемах человечества. Как они пытаются мозговым штурмом эти вот как раз-таки... Ну, это многие пытаются делать. У меня приятель тоже есть один. Он беспрерывно атакует и наше руководство, и Российскую Академию Наук, чтобы это сделать. Но это не находит поддержки. Понимаете? Вы слышите меня, да? Да, я очень внимательно слушаю. Значит, сегодня методы действия, на мой взгляд, несколько другие. Потому что мы подходим к очень резкому времени. Потому что энергетические кризисы – это не шутки. И единственный метод, как я считаю, сегодня, который может сработать – это начало работ по новым энергетическим технологиям. Поскольку они предусмотрены таковыми, что это автоматически... Начало по этим работам и их разворачивание автоматически приведет к изменению социальных форм организации общества. А уговаривать уже времени нет, уверяю вас. Потому что очень серьезные проблемы могут начаться уже в этом году. Да, да, я абсолютно с вами согласен. Поэтому, если вы можете помогать... Вот помогайте мне в продвижении энергетических проблем. Для этого нужно заставить наше руководство и Академию наук провести официальное заседание по темам, по нашим технологиям. С тем, чтобы закрыть современные ядерно-энергетические технологии. И, ну, в смысле, новые работы. И работы по управляемому термоядерному синтезу. Вот тогда это будет действительно реальный, конкретный вклад, который приведет к каким-то конкретным шагам. Да, я вас понимаю. Игорь Николаевич, позвольте я скажу одну мысль. Вот вы ядерщик, физик, выдающийся, который... Да не надо мне похвал, давайте по делу. Никак в этом дело. Потому что я тоже выдающийся. Такой же, как и вы, только в своей области. Ну, я не спорю с этим. Каждый из нас. Поэтому я не похвалами занимаюсь. Я просто говорю о том, что как и вы, так и я. А есть еще другой человек, который выдающийся, допустим, в музыке. А есть еще выдающийся, допустим, в балете. А есть еще выдающийся в химии. И мы все иногда находимся в ситуации, когда не можем доказать своему руководству, своему начальнику, своему собеседнику, даже собственной жене, что мы придумали что-то новое. То есть речь идет о том, что есть новаторы. И вот эти новаторы, они иногда испытывают такую необходимость постоянно доказывать свою правоту. И иногда возникает такой момент, о котором вы сейчас говорите. Вы продолжаете доказывать правоту, а вот Академия наук не слышит, а вот правительство не слышит. А вот если бы вовлекались в этот процесс миллионы людей, миллионы людей. Я об этом и прошу. Так я же это и делаю с помощью этого моста. То есть я хочу вас пригласить на этот мост. Вот мы сегодня сейчас с вами впервые говорим об этом. И это может быть стать почином. Потому что когда много людей увидят эту беседу, вовлекутся еще, потом вовлекутся еще, потом вовлекутся еще. И потом кто-то, например, сестра, брат, сын, этого же академика другого, который должен это услышать, скажет, слушай, там Игорь Николаевич интересный у вас человек выступает. А он скажет, да знаем мы Игорь Николаевич, кто же его не знает, его весь мир знает. Но он же говорит еще и с этой стороны. Он там на мосте говорит о том, что вот надо достучаться, контакт создать. Так я этим занимаюсь. Потому что вы выдающийся человек в ядерной физике, а я выдающийся человек в области психологии и психофизиологии. Я врач, психолог, художник, писатель и так далее. Поэтому я междисциплинарный. Поэтому я и создаю это между западными и восточными выдающимися людьми. А как вы правильно сказали, Игорь Николаевич, для сохранения разума на земле. Для сохранения. Вы со стороны ядерной физики, и я со стороны психофизиологии. Я вам хочу сказать, что человек нуждается быть целостным. И поэтому человечество тоже имеет потребность быть целостным. Поэтому и интернет пошел, и много научно-технических достижений. Искусственный интеллект создан, и он развивается. И сейчас человечество думает, а не покорить ли нас искусственный интеллект. А я уже понимаю, для чего создал человек. Не только атомную бомбу. Не только борется за энергетику. Но и почему он создал искусственный интеллект себе конкурента, чтобы, думая о том, чтобы искусственный интеллект, который будет заниматься самоорганизацией, самосовершенствованием, не покорил человека, чтобы человек начал задумываться, а что в нем в человеке есть такое, чего нет в искусственном интеллекте. Что только человек может делать открытие. Поэтому я создал школу «Человек будущего», «Homo futurus», чтобы люди научились использовать энергию, самую высшую из всех энергий. Я вам сейчас скажу странную вещь. Самая высшая из всех энергий – это энергия стресса. Потому что источником этой энергии внутренний конфликт между умом и телом, между душой и телом. Это между духом и материей. Вот этот внутренний конфликт, который возникает по всякому поводу. То там стекло разбилось, то чаю жена не принесла, то еще что-то денег не хватает. Вот этот внутренний конфликт между тем, каким ты хочешь быть в этот момент и в каком состоянии ты находишься, это генератор постоянной энергии. И я как раз в школе «Человек будущего», «Homo futurus» обучаю людей новым приемам и навыкам использовать энергию стресса для своих новых достижений, чтобы они переключали стресс, который у них возникает, на решение своих вопросов. Они решают там изобретательские задачи, переключают на творчество, входят в поток. Например, я в рисовании, вот я с травмой шеи тяжелемой, инвалидном состоянии, я рисую картины. Посмотрите, какие картины рисую. У меня много картин. Да я вижу, это очень хорошо, конечно. Вы молодец, держитесь отлично, конечно. Но это же тоже энергия, энергия стресса. Вы занимаетесь ядерной энергией, а я занимаюсь как раз энергией. Нет, я даже занимаюсь более простой энергией, с тем, чтобы у вас завтра свет не отключили. Это вы правильно говорите. Поэтому сейчас, понимаете, всегда есть критическая точка в каждом развитии. И человек подходит, когда к этой критической точке, ну, нужно сосредоточить все усилия именно на этом моменте. Иначе пропадет просто все. Все остальное хорошо, и химия, и театр, и все. Это человеку, безусловно, необходимо. Но когда у вас завтра отключат свет, как вот уже на Украине начали отключать, а завтра могут и в европейской части России то же самое сделать. Вот тогда мы перейдем к другим схемам обсуждения. Игорь, надо, чтобы свет отключили не только в лампочке, которая светится, но и в голове человека. Только в голове у подавляющего большинства свет отключен давно. Потому что современное телевидение является мощнейшим выключателем. Поэтому это даже комментировать не надо. Так вот я этим занимаюсь. Я этим как раз занимаюсь, чтобы у человека свет в голове не отключили. А вы занимаетесь тем, чтобы вообще физически не отключили. Вот мы единомышленники. Я говорю просто сейчас, поскольку подавляющая часть населения находится с точки зрения умственного развития в первобытном состоянии. И когда вы слушаете по телевидению передачи Соловьева и ему подобных, ничего другого быть не может. А сегодня для того, чтобы начать человека двигать в том направлении, о котором вы говорите, это, безусловно, правильно, надо, по крайней мере, с тем, чтобы, когда мы придем на телевидение, свет, реальный свет, не был отключен. А для того, чтобы там меньше было Соловьевых, надо, чтобы у большинства людей свет в голове был. Они тогда не будут слушать. В голове вы, ни вы, ни я в телевидении не бываем. А Соловьева там сидят 24 часа в сутки. Когда человек приходится... И вы с этим ничего не поделаете, к сожалению, так же, как и я. Ну да, может быть, телевизор, да, но сейчас есть интернет, и вот тысячи людей... Ну, понимаете, подавляющее большинство людей до сегодняшнего дня даже сидит и накачивается в телевидении. Вы просто почитайте, что пишут в интернете. Это мрак зачастую. Я понимаю, но если человек находится в стрессе, у него внимание такое сушеное. В оковах стресса он не может быть разумным существом. У него как раз-таки разум в оковах. Ему надо распаститься, снять зажатость, снять зажимы. Я как раз людей обучаю того, как снимать зажимы, чтобы внимание расширилось, объем внимания стал достаточным для того, чтобы он мог соображать. Так правильно. Я еще раз говорю. И в этом отношении методы и возможности Соловьева сегодня несоизмеримо больше, чем у вас. Вот что, к сожалению. А я предлагаю сегодня методы, которые автоматически при внедрении новых энергетических технологий автоматически приведут к тому, чтобы начали слушать вас. Вот в чем дело. Ну, как они вот, допустим, лампочка электрическая будет гореть? Она будет гореть только в том случае, потому что моя технология устроена так, что она приведет к изменению социальной организации общества. Именно поэтому мои технологии и не пропускают. Вот же в чем дело. Вот же в чем дело. Нужна же точка зажигания, как точка зажигания искра. А Ленин говорил о том, что идея становится силой, когда ей овладевают массы. Я как раз таки занимаюсь создать нос между Западным и Востоком, потому что и там творческие люди, и там творческие люди. У них есть начало. Еще раз говорю, что в этом отношении возможности Соловьева сегодня несоизмеримы с вашим. Вы занимаетесь этим, я согласен. И это прекрасно. Но государственные методы по привлечению Соловьевых, они на массы действуют гораздо сильнее. И моим словам, а русское такое, что оно автоматически приведет к устранению тех габарунов, которые сегодня сидят, и уступит место вам. Игорь Николаевич, но для этого же надо, чтобы государство обратило внимание на вашу теорию и идею. Правильно? А она, как вы говорите, не хочет... Это государство обратит внимание, оно давным-давно обратило, потому что мы, например, для Штатов сделали контракт за 70 миллионов бат. И не пропускают эту технологию именно в силу того обстоятельства, что она обнуляет Штаты. Вот в чем все дело. И поэтому я прошу помощи у людей, чтобы они возвышали голос именно за то, чтобы начало разрабатываться новая энергетическая технология. И это приведет автоматически к изменению социальной организации в обществе. Это же взаимный процесс. Это взаимный процесс. Люди, когда становятся светлее в голове, они лучше слышат вас. Это же взаимный процесс. Как можно чисто физически отрисать сознание людей? И при этом творится раз в сохранительном планете. Я хочу сказать, что у нас очень много людей находится в состоянии стресса. Они не слышат. Я пытаюсь им помогать, учить приемам, чтобы они могли использовать энергию стресса. То, что вы делаете, я абсолютно понял. Мне не надо. Я обратился с тем, чтобы мы создали вот этот мост, где бы миллионы людей включались в это, и там лучшие умы человечества хотят. Я что, порочу, все, давайте. Давайте. Я же как раз хочу вам помочь, чтобы вас и государство лучше слышало, и люди во всем мире лучше слышали. Для этого же мы сейчас записываем с вами встречу. Очень хорошо. Да, и вы скажите, пожалуйста, тогда еще. Почему Академия наук не хочет слышать то, что вы предлагаете? Они что, не понимают? Они что, не понимают, что ли? Они же понимают выдающееся ваше представление. Нет, я говорю почему. Потому что военные, всякая ядерная технология имеет военные применения. И военные применения той ядерной энергетической технологии, которую мы продвигаем, обнуляет Соединенные Штаты. А в Соединенных Штатах и вообще на Западе у всей верхушки лежат деньги, дети там, их жены там, и так далее, и так далее. Поэтому обручение Запада они не хотят. То есть наша Академия наук не хочет это сделать, потому что, несмотря на то, что ваша модель поддержит энергетику мира, она может обручить механизмы финансовые этих олигархов, которые там... Конечно, все крайне просто. Ну да, но для этого же надо народ поднять, чтобы народ осмыслил это и отнесся к вам... Все, все, что я могу, я в этом отношении делаю. Как вы сами видели, масса моих выступлений в интернете. Если вы можете мне помочь каким-то образом, буду вам... Я просто пытаюсь это сделать, Игорь Николаевич. Я просто пытаюсь это сделать и очень так знаменательно, что два совершенно разных по области деятельности человека сходятся на том, что они могут друг друга слышать и понимать на уровне энергетики. Ядерщик, физик известный и человек, который занимается психологией, психофизиологией и творчеством, могут понимать друг друга. Правильно? Да. Ну, давайте, в общем, вот первый шаг мы сделали, вы записали эту передачу. Давайте посмотрим на реакцию. Да-да-да, давайте. Я вам сейчас ее сброшу тоже. Спасибо. Да. Спасибо.